Сегодня 29 июля, и как раз в стыке двух делянок, соя обработанная молибденом и соя необработанная. Я решил сегодня посмотреть, ну как бы понятно, почему же здесь все же желтее, как бы есть, как гипотеза, что возможно, что проблема с бактериями, может быть здесь их меньше или их вообще нет. В итоге, что у меня получилось, да, действительно, мне показалось сначала, что их здесь меньше, но в целом они здесь присутствуют. Это, к примеру, растения с делянки, где не было обработок микроэлементами, а это там, где эти обработки были. Ну, что я хотел здесь увидеть. Сначала я наткнулся на бактерии, ну, можно сказать, они нерабочие. В разрезе они светлые, даже зеленые внутри. Меня, конечно же, это насторожило. В то же время я стал находить здесь и другие бактерии, меленькие, которые в целом в разрезе, ну, более такие розовые внутри, именно рабочие. Здесь же преимущественно, там, где был обработан участок, преимущественно они розового цвета. Здесь больше рабочих клубеньков, чем паразитирующих, да, которые в целом ничего не дают. Вот, к примеру, такой. Ну, здесь тоже они присутствуют, видно, нерабочие, но их не так много. Они, кстати, выделяются, они таким вот цветом видны. Вроде бы и хорошие, и большие, и крупные, но в то же время в разрезе они светлые. Светлые, даже такие зеленоватые. Так что они и здесь, и здесь есть, но здесь преимущественно, на посеве, который бледный, более желтый, они получаются преимущественно, ну, нерабочие, не работают так, как нужно. Вот еще. Здесь, во всяком случае, я пока натыкаюсь только на те, которые работают, которые обогащают сою. Азотом дают, во всяком случае, азот. А здесь преимущественно... Не знаю, может быть так сложилось, но я специально брал несколько растений. По количеству бобов, ну, в целом, я пока вижу, что одинаковые, но, может быть, здесь уже больше, больше завязалось. Я имею в виду там, где обрабатывали микроэлементами. Но, как бы, такой существенной разницы я не вижу даже и по высоте растения. Только визуально есть по цвету именно в посеве. То есть, этот цвет более такой, более желтый, чего-то не хватает, видно. Здесь более зеленый, хотя, ну, здесь еще и есть вот эта невыровненность. В то же время обработка здесь была этим микроэлементом, можно сказать, где-то полтора месяца назад, но я не думал, что такой эффект может быть. Так что, это было 13 июня. 13 июня. И вот буквально позавчера я еще раз обработал, потому что мне, как бы, хочется продлить этот эффект еще. Хотя у меня был случай, когда я работал в более позднюю фазу, вот в такую фазу, этими же препаратами, и у меня была неплохая прибавка. Возможно, так сложилась погода в пользу этого препарата. Возможно, что этот препарат работает независимо от погоды. Так что, я имею в виду, молибден работает независимо от погоды. Поэтому на это нужно обращать внимание. Я не думаю, что здесь сработали очень сильно, там, НПК, потому что, ну, сколько там этого азота фосфорокалия в том же плантофиде, да? То есть, ну, там чуть-чуть совсем, если это перевести все в гектары, там, это, можно сказать, в граммах. Поэтому, как бы я сейчас пытаюсь обращать внимание на эти микроэлементы, которые позволяют включать или разгонять возможности бактерий и получать дополнительные прибавки от этого эффекта. Так что, пока я думаю, что двигаюсь в правильном направлении. Вот такая вот разница есть на стыке. Отлично.